В эфире служба новостей СРО 24 в студии Катерина Пионова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Путь к успеху в САРФАТИ стартовала приемная кампания. Без паники, как не заблудиться у лесу и что делать, если это произошло. Капельки добра на товарной базе открылся коммунитарный склад. Далее расскажем по всем подробно. За последние сутки в России зарегистрировали 9977 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение с середины марта. Выздоровели 8883 заболевших. Погибли 379. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошла Нижегородская область. В регионе зафиксировали 163 новых случаев COVID-19. В Сарове на 8 июне коронавирус диагностировали еще у пяти человек. Число госпитализированных выросло до 22. Один в тяжелом состоянии, 21 в состоянии средней степени тяжести. Один заболевший скончался. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 125 саровчан. Врачи напоминают, наиболее эффективный способ защититься от коронавируса – сделать прививку. В нашем городе всех желающих прививают спутником ВИИ. Исследования показали, что начиная с 21 дня после первой дозы эффективность этой вакцины против тяжелых случаев составила 100%. Записаться на вакцинацию можно на портале пациента через регистратуру своих поликлиник в прививочном кабинете номер 460 по телефону 95549. IT-сервисы, проект цифровой трансформации, суперкомпьютерные и лазерные технологии, разработки для ядерного оружейного комплекса и так далее. В САРФТИ стартовала приемная кампания. ВУЗ предоставляет все условия для построения успешной карьеры в атомной отрасли. Как проходит прием абитуриентов в этом году, расскажем в следующем репортаже. При поступлении в ВУЗ в этом году абитуриентам нужно учитывать новые правила Миноборнауки. Зачисление теперь будет проходить в два этапа, а не в три, как это было раньше. На первом абитуриентов примут в рамках квоты, остальных зачислят в августе одним потоком. Второе изменение, которое ждет поступающих, в конкурсных списках не будет имен и фамилий, только номера СНИЛС. Третье нововведение – предоставление ВУЗам право определять, на сколько направлений можно подавать документы. Зачисление будет не по наличию оригинала, а по наличию так называемого заявления о согласии. Согласие о том, что я согласен, чтобы меня зачислили в данный ВУЗ на данное направление. Но нам разрешено на шесть направлений подавать. То есть ребята выбирают шесть направлений и дальше уже на какое-то из этих направлений, уже ближе к моменту поступления подают заявление о согласии на зачисление. Изменились в этом году и сроки. Подавать документы можно до 29 июля. 11 августа приемная комиссия принимает последние заявления о согласии на зачисление. Шесть дней федеральная информационная система будет проверять, нет ли дублирующих заявлений в разных ВУЗах, поскольку этот документ должен быть только один. 17 августа будет последнее зачисление. Еще одно нововведение. Я считаю, что оно расширило возможности наших абитуриентов. Нам разрешили ВУЗам определять ЕГЭ, третье, допустим, по выбору. Если у нас раньше на все направления, кроме экономики, была физика, то сейчас на некоторые направления, прикладная математика, информатика, информатика, вычислительная техника, информационная система и технологии, мы добавили еще и информатику по выбору. То есть дать можно два экзамена, а в институт предоставить лучшие результаты. Всю актуальную информацию о количестве мест, проходных баллах, правилах приема ВУЗ выкладывает на своем сайте. Кроме того, на онлайн-площадках сотрудники приемной комиссии каждый четверг проводят вебинары, где обсуждают с абитуриентами нюансы поступления. С мая идут тематические вебинары. Мы приглашаем по одному, по дво представителей кафедр и знакомим, то есть еще раз проговаривают о том, что изучают, что интересного, чем заниматься будут потом, куда трудоустраиваться. То есть это вот очень полезные вебинары для того, чтобы определиться, что я хочу и что я могу. В скором времени вебинары будут проходить два раза в неделю. Сотрудники ВУЗа будут рассказывать о рейтинговых списках, информационной системе, подаче заявления согласия, о тех нюансах, которые не всегда понятны с первого раза. Полную запись интервью с Ириной Суворовой об особенностях приемной кампании в САРФ и ТИ можно посмотреть в рубрике «Без комментариев» на САРОВ24 и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей САРОВ24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопрос переноса сроков проведения всероссийской переписи населения с сентября на октябрь, так как по времени она совпадает с думской избирательной кампанией и выборами. Всероссийская перепись населения должна была пройти еще в октябре прошлого года, но из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021-го, а в начале текущего года сроки переписи снова сдвинули на сентябрь. Госдума приняла во втором чтении законопроект о поиске людей по геолокации. Изменения внесут в закон об оперативно-розыскной деятельности. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ходе поисковых работ счет идет на часы, и промедление может стоить человеку жизни. Благодаря новому закону оперативные службы смогут искать пропавших людей по местоположению их мобильных телефонов, не дожидаясь разрешения суда. Согласно поправкам, в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон. При этом оперативные службы должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях. Если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, прекратите использовать доступ к данной информации. 12 июня в Сарове состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В 11.00 по улицам города пройдет автопробег. На стадионе Икар горожане смогут принять участие в спортивных мероприятиях, в том числе в проекте «Атомный воркаут». На проспекте Музруково откроется фотовыставка, посвященная 330-летию города и 800-летию Нижнего Новгорода. В 16.00 в парке имени Зернова начнется праздничная программа с мастер-классами, танцами, песнями, викторинами и квестами. В пойме Сатиса в 19 часов будет играть военный духовой оркестр. В 20.00 выступит группа «Четверг». В 21.45 начнется огненное шоу. В 22.00 – флайборд-шоу. За прошедший год в лесах заблудились шесть саровчан. Трех из них спасли, один погиб. Двух жителей города до сих пор ищут. Поход за грибами, ягодами или просто обычная прогулка без должной подготовки может привести к трагическим последствиям. О том, что нужно взять с собой на прогулку и как сориентироваться на лесной местности, расскажем далее. Погода все чаще радует нас теплыми солнечными днями, а потому желающих отправиться на прогулку на свежем воздухе по лесу с каждым днем становится все больше. Однако омрачить такое путешествие может немало факторов. Что делать, если прогулка уже подходит к концу, а найти путь домой так и не получилось? Худший союзник в такой ситуации – паника. Из-за нее человек может зайти еще дальше в лес, что только усложнит его поиск. Перед тем, как зайти в лес, нужно сориентироваться, то есть направление, куда ты пошел, куда тебе возвращаться. Поэтому даже, ну, если у тебя нет связи, и ты чувствуешь, что ты заблудился, сориентироваться и выйти на ту точку не получится. Я почему и говорю, вот эти вот линейные координаты, скажем там, дорога длинная, река, линии электропередачи. Важно правильно подготовиться к лесной прогулке, даже если по плану она не займет больше часа. Экипировка, головной убор, закрытая одежда, удобная обувь. С собой рекомендуют взять воду, спички, складной нож и компас, если человек умеет им пользоваться. Оставляем машину, и от дороги, вот она у нас, дорога идет, так вот, допустим, здесь пруд, здесь дорога, и четко уходишь в сторону от дороги. Достал компас, посмотрел, в каком направлении ты пошел. Ну, допустим, мы бы, зная, ты пошел на восток. Соответственно, за спиной у тебя, на западе, дорога. Нужно правильно рассчитать свои силы. Без навыков ориентирования и опыта нахождения в лесу заходить далеко опасно. Ходить в лес желательно не одному, причем всегда оставаться в поле видимости своей компании. Сейчас у всех мобильные телефоны, поэтому перед походом в лес зарядить мобильный телефон и уже совсем, как бы, последним, перед тем, как идти, предупредить близких родственников, куда собрался, зачем собрался, на какой период, то есть на час, на два, потому что, ну, как бы, связь не везде есть, чтобы близкие знали. В аварийно-спасательном отряде есть вакантные должности. Более подробную информацию можно узнать по телефону 97767. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24. На товарной базе открылся гуманитарный склад «Капельки добра». Благодаря неравнодушным горожанам все нуждающиеся могут получить здесь одежду, обувь, предметы ухода, посуды, другие предметы первой необходимости. Подробности в следующем репортаже. На товарной базе открылся гуманитарный склад «Капельки добра». Волонтеры и раньше оказывали адресную помощь нуждающимся, но теперь они получили возможность помочь большему числу саровчан. Состоялось открытие склада благодаря поддержке главы города Алексея Сафонова и депутата городской думы Дениса Щербухи. «Приносить можно практически все, начиная от еды и заканчивая мебелью, то есть вещи, одежда, обувь, все можно приносить. Единственное, конечно, чтобы эти вещи были без трудновыводимых пятен, с починенными молниями, пуговицами». Особенно востребованы посуды и постельное белье. Женской и детской одежды набралось достаточно, а вот мужской и одежды на мальчиков-подростков не хватает. Воспользоваться помощью могут многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ, инвалиды, малоимущие и все, кто попал в трудную жизненную ситуацию. «Никаких справок, никаких подтверждений мы не просим. Если человек пришел за помощью, значит она ему нужна, и он может ее получить». За месяц работы склада сюда обратилось порядка 20 семей. Волонтеры приглашают неравнодушных саровчан оказать посильную помощь капелькам добра. «Если у вас есть время, есть возможность, то можно помогать не только вещами, можно помогать делами. И такая помощь всегда будет нужна, всегда востребована. Очень рады будем пополнять нашего коллектива». Гуманитарный склад «Капельки добра» находится на товарной базе. Все, кто хочет оказать или получить помощь, могут посетить склад в часы его работы. Среда с 18 до 20 часов и воскресенье с 9 до 12 часов. Телефон для связи 8 905-665-8845. В День России сотрудники городского музея приглашают всех желающих на автобусные экскурсии по Сарову. Участники смогут узнать интересные факты об истории монастыря, познакомиться с достопримечательностями, побывать на Дальней Пустынке. Подробности в следующем репортаже. Взглянуть на привычные места под другим углом. Такую возможность предлагает Саровчанам городской музей. В День России, 12 июня, он вернется к привычному формату автобусных экскурсий, недоступному ранее из-за коронавирусных ограничений. Первая экскурсия называется «Прогулки по Сарову» и будет посвящена истории монастыря. «Как он создавался, как он выглядит сейчас, что изменилось. И мы вспомним здесь, что истории Саровской пустыни уже 315 лет в этом году. А потом на автобусе желающие проследуют на Дальнюю Пустынку. В этом и будет заключаться маршрут первой экскурсии прогулки по Сарову». Посетить ее можно в 13 или 15.00. Вторая экскурсия «Саров от Адая» пройдет вечером в 19 часов. Сбор участников у музея, затем на автобусе они отправятся по городу. Маршрут путешествия до начала экскурсии не разглашается. «Пусть это будет секретом, но мы расскажем о каких-то значимых местах, о каких-то памятниках, об улицах, как они назывались тогда, как они называются сейчас, о том, что было здесь когда-то. В общем, как изменился город тоже за свою богатую, довольную историю». Для лиц старше 6 лет. Количество мест ограничено, экскурсии платные. Билеты можно приобрести в городском музее или художественной галерее. Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-42-56 и 7-69-65. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Зыбин. Служба новостей «Саров-24». Команда спортивной школы «Икар» стала четвертой в первенстве Нижегородской области по баскетболу. Поколение «НН» среди юношей 2008 года рождения и младше в сезоне 2020-2021. Всего в областных соревнованиях приняли участие 13 команд из Нижнего Новгорода и области. Подробности в следующем репортаже. К турниру по баскетболу «Поколение НН» ребята готовились основательно, рассчитывая на первое место, но проиграли соперникам и стали четвертыми. Соревнования проходили хорошо. Мы заняли четвертое место, играли почти на равных. Команды были очень сильные, но мы сопротивлялись как могли. С оберником была седьмая школа. Игра была очень трудная и важная для нас, но мы проиграли с небольшим отрывом. Тренирует баскетболистов Светлана Кочкина. По ее словам, ребята показывают хорошие результаты. И дальнейшие тренировки повысят уровень команды на соревнованиях. Здоровая самооценка самих спортсменов также важна для развития и побед. Я недоволен игрой, потому что мало очков принес. И у нас даже никаких комбинаций не было. Виалы играли. На протяжении летнего периода ребята посещают спортивный лагерь. Здесь у них есть возможность улучшить физическую форму, подготовиться к следующему спортивному сезону и новым играм. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова